Здравствуйте, дорогие друзья, любители физики и физических новостей. С вами Данила Решетников, все еще студент физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. И в этом видео мы подводим итоги года. Вернее, не совсем года, а новостей, произошедших в мире физики. Вернее, не совсем новостей, а смешных новостей. Итоги года будет подводить другой человек. А я вам предлагаю вместе со мной еще раз посмотреть самые забавные, на наш взгляд, новости, которые произошли в уходящем 2022 году в мире физики и науки. Всех с наступающим! Американские физики связали слепание двух параллельно висящих цилиндрических лапшин со степенью их готовности. Степень готовности определялась не дегустированием, как могло некоторым из вас показаться, а распределением в лапшине воды и ее механическими свойствами. Ученые построили подробную модель диффузии молекул воды внутрь крахмала, а также связали ее концентрацию с упругостью набухшей лапшины. Результаты показали, само собой, отличное согласие с экспериментом. Ученые убедились, что варка при температуре 100 градусов по Цельсию происходит ощутимо быстрее, чем при температуре 80 градусов. Неожиданным для американских ученых также оказалось и влияние поваренной соли. Моделирование показало, что ее добавление ускоряет диффузию молекул воды внутрь крахмаловой матрицы, а также на два порядка увеличивает модуль Юнга лапшин по сравнению с варкой в дистиллированной воде. Авторы надеются, что их работа поможет быстрее находить условия для оптимальной варки наиболее вкусной лапши, а также послужит хорошим экспериментом для обучения механике. В России выдан патент на вечный двигатель, который должен разгоняться сам и совершать работу, черпая энергию из окружающей среды. Как утверждает автор изобретения Анатолий Щербатюк, она относится к области энергетики, а именно инерционным роторным двигателям, который приводится в движение благодаря энергии силы инерции центростремительного ускорения жидкости, вращающейся с одинаковой с ротором двигателя угловой скоростью. Сама по себе формулировка энергия силы инерции центростремительного ускорения лишена физического смысла, поскольку сила инерции, по сути, является фиктивной силой, существующей лишь в инерциальных системах отчета. Однако при выдаче патента специалистов Роспатента это, видимо, не смутило. Чилистские физики численно моделировали возникающие лавины в монослое сфер, находящемся в наклонном лотке, что очень похоже на фрукты, расположенные на прилавке. Поочередное удаление случайным образом шариков из этого монослоя приводит к тому, что рано или поздно эта структура рушится. Проведя серию испытаний, экспериментов, чилистские физики выяснили, что в определенном диапазоне углов и начального количества этих самых моносфер доля шариков, которые нужно достать для образования лавины, постоянно и равна примерно 8,7%. Соответствующее исследование направлено для публикации в журнал Physical Review E. Монослой из сфер шестиугольной конфигурации помещается на наклонную плодкость, окруженную бортиками, имитируя тем самым положение фруктов на рынке. Далее случайным образом запускается процесс извлечения моносфер из этого монослоя, до тех пор, пока не произойдет коллапс. В результате данного простого численного эксперимента физики получили фазовую диаграмму, позволяющую визуализировать процесс возникновения лавин, вызванных вакансиями, в зависимости от угла наклона и размеров системы. Что еще более важно, была найдена особая зона в диапазоне углов, где мы можем предсказать некоторое критическое количество вакансий до того момента, пока лавина еще не сошла. Данный прогноз сделан на основе эволюционной модели среднего координационного числа и модели распределения упругой энергии, а также с добавлением эмпирической взаимосвязи между начальным значением упругой энергии и некоторой среднекритической упругой энергии. Американские физики подробно изучили задачу о брошенном вертикально-абордажном крюке с привязанной к нему веревкой. Более того, они не только показали, что вывод дифференциального уравнения движения возможен из двух разных подходов, но и решили данное уравнение аналитически и численно. Прямые задачи баллистики заключаются в расчете траектории снаряда. Необходимо учесть все силы, которые действуют на сам снаряд в полете, и составить уравнение. Несмотря на то, что характер действия сил, например, трения воздуха или геометрия самого тела могут быть очень сложными, получившиеся уравнения относительно легко решаются даже аналитически. Однако стоит к такому снаряду прибавить веревку, как задача резко становится очень и очень сложной. Авторы моделировали крюк в виде точечной массы, а веревку представляли в виде линейной массы с некоторой плотностью. При этом в рамках исследований предполагалось, что веревка будет аккуратно сложной на Земле, так чтобы она выпутывалась без образования узлов или лишнего трения. Карл Мунган из Военно-морской академии США и Тревор Липскомп из Католического университета Америки успешно решили задачу о выстреле крюком вертикально вверх без учета силы трения. Их расчеты показали, что чем больше начальная скорость выстрела крюка, тем сильнее уменьшается его высота по сравнению с свободным случаем. Ученый из Франции в шутку выдал изображение колбасы за фотографию с Джеймса Уэбба. По его словам, он сделал это для того, чтобы привлечь внимание пользователей к проблеме фейков в соцсетях. Этьен Кляйн, глава комиссии по атомной энергетике Франции, ведущий радиопередачи «Вопрос о науке», опубликовал в своих сетях изображение, якобы полученное с Джеймса Уэбба, изображение звезды Проксима Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, которое на самом деле являло собой фотографию испанской колбасы Чоризо. Пост быстро разлетелся в соцсетях. Учитывая статус ученого, многие из его 90 тысяч подписчиков поверили действительно, что это и есть изображение, полученное с Джеймса Уэбба. Когда Этьен Кляйн понял, что шутка удалась и раскрыл карты, многие его подписчики, тем не менее, раскритиковали уже самого ученого за распространение фейков. Американские физики построили математическую модель летящей чайки и исследовали устойчивость ее полета по тангажу. Как оказалось, большинство конфигураций, которые могут принимать тело чайки и ее крылья относительно горизонта, устойчивы. Однако для выполнения резких маневров чайка должна выбирать в неустойчивой конфигурации. Как ожидается, результаты моделирования могут быть полезны при проектировании беспилотных летательных аппаратов. Кристина Харви из Калифорнийского университета и Дэниел Ингман из Мичиганского университета в своем исследовании сконцентрировались на изучении динамической устойчивости по тангажу чайки. Построив механическую модель птицы и применив к ней уравнение аэродинамики, они выяснили, что именно сгибание суставов играет ключевую роль в управлении полетом. Сгибание суставов позволяет переходить от стабильного к нестабильным режимам полета. Тем самым чайка выбирает между устойчивостью и маневренностью. А теперь новость для всех любителей странных и необычных музыкальных инструментов. Физики из университета Гарвард исследовали звуковые колебания, порождаемые металлической пилой. В своем исследовании они изучали зависимость чистоты продолжительности звука в зависимости от изгиба полотна пилы. И пришли к выводу, что наиболее чистый продолжительный звук получается при S-образном изгибе полотна. Я имею ввиду латинскую букву S. В таком случае на полотне образуется так называемая силовая точка. Силовая точка это такая точка упругой поверхности, для которой сочетание различных факторов приводит к максимально возможной отдаче для приложенного усилия. Так вот, если полотно пилы изогнуто вместе с находящимся рядом с силовой точкой, то пила издает четкие устойчивые ноты, в то время как изгибание полотна пилы вдали от силовой точки приглушает их. Для того, чтобы подтвердить свое исследование, ученые из Гарварда провели моделирование на тонкой колеблющейся мембране. И выяснили, что наиболее устойчивые собственные колебания этой мембраны появляются как раз в месте изгиба рядом с силовой точкой. Поскольку выводы ученых не зависят от размеров системы или материала, из которого она сделана, то их результаты могут быть применены к наноразмерным электромеханическим резонаторам, которые могут использоваться в частности как различные датчики или электронные компоненты. Ученые выяснили, что основной механизм, который позволяет красным огненным муравьям строить живые плоты, это взаимное притяжение, возникающее между насекомыми из-за поверхностного натяжения жидкости. Изучая поведение этих насекомых на поверхности воды, ученые пришли к выводу, что для создания устойчивого плота необходимо не менее 10 насекомых. Построенная ими модель такого коллективного поведения муравьев может быть полезна для описания группового поведения других живых организмов, например, стая птиц или косяков рыб. Физики под руководством Дэвида Ху из Технологического университета Джорджи провели 72 опыта, помещая в стеклянный аквариум с водой от 2 до 158 муравьев и наблюдая за их траекториями и взаимодействием. Если в аквариум было помещено недостаточное количество муравьев, они, если и образовывали плод, то он очень быстро распадался, как правило, в течение двух минут, из-за взаимоотталкивания муравьев конечностями. Однако, если в плод собиралось больше, чем 10 муравьев, такой плод оставался стабильным до конца эксперимента. В рамках исследований ученые выяснили, что траектории муравьев на поверхности воды случайны, а вот скорости нет. Скорости муравьев распределены точно так же, как и скорости броуновских частиц. Таким образом, для создания модели ученые заменили муравьев броуновскими частицами, дисками, по диаметрам около 2 мм. Численное моделирование также подтвердило гипотезу ученых. Устойчивыми основались образования из не менее чем 10 таких частиц. Ну и, наконец, как обычно, хотим поделиться с вами важным прикладным исследованием. Британские химики обнаружили новый способ оценить качество виски при помощи золотых наночастиц, которые возникают в результате химической реакции между особыми компонентами данного напитка и раствором тетрахлороурата водорода. Золотые наночастицы проявляют себя в виде пика на спектре пропускания, что обуславливается плазмонным резонансом. Как сообщается, данный метод хорошо работает при комнатной температуре и довольно быстрый, что может существенно упростить работу купажистом виски. В основе метода лежат колебательные свойства свободных электронов в металлических наночастицах. Уменьшение размера наночастиц создает условия для возникновения плазмонного резонанса, который проявляется в виде пика на оптических спектрах пропускания. Размеры пика и их положение обусловливаются химическим составом и размером металлических наночастиц. Авторы убедились, что наночастицы золота формируются во всех сортах виски, доступных в свободной розничной продаже. Спектроскопические измерения они подтвердили при помощи снимков, полученных с просвечивающего электронного микроскопа. Таким образом, если вы сомневаетесь в качестве купленного в магазине виски, достаточно иметь с собой спектроскоп и раствор тетрахлороурата водорода. Ну и напоследок, как мы любим важные прикладные исследования. Физики из США и Канады разработали писсуары, которые существенно снижают количество брызг при мочеиспускании. Проведя серию экспериментов с бумагой и водой, они выяснили, что результаты их компьютерного моделирования и расчетов верны. Они надеются, что их разработки, которые они представили на конференции, проходившей 22 ноября в Индианаполисе, будут использоваться при проектировании туалетов. Ранее физики выяснили, что причиной данной проблемы является нестабильность релея плато, когда струя самопроизвольно разбивается на последовательность капель. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, физики порекомендовали стоять ближе к писсуарам. В серии своих экспериментов физики направляли на различные разработанные писсуары струю воды с разной высоты и разной скоростью. Затем пространство вокруг писсуара вытиралось насухо при помощи одинаковых бумажных полотенец, в весе в которой физики выясняли количество разбрызганной воды и, следовательно, эффективность данного конкретного дизайна писсуара. Как показали результаты полевых испытаний, на лучшем образом себя проявил писсуар с треугольным входом, напоминающий перевернутую каплю. Однако он не подходит для людей с очень большим ростом. Вместо него авторы отметили дизайн более вытянутый и с закруглением внизу. Как отмечают авторы исследований, несмотря на то, что данный вид дизайна писсуара создает в два раза больше брызг, чем оптимальный, он все равно почти в 50 раз превосходит традиционные писсуары по этому показателю. И позволяет поддерживать оптимальный угол струи в 30 градусов для людей любого роста. Как надеются авторы исследования, разработанная ими модель писсуара позволит сделать туалеты чуточку более чистыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok